Девушки отдыхают Мы являемся дочерней компанией фирмы Кука Роботит ГМБХ Итак, ну пару слов о себе Я свой первый робот собрал 24 года И у меня его государство купило за 145 миллионов в этом же году После этого меня заметил Кука и меня забрали к ним То есть забрали, в смысле прилетели, взяли лучом и... Примерно так, да Ну начнем То есть компания Кука, на самом деле, она большая У нее работают более 8 тысяч представителей по всему миру И началась она в 1898 году с компанией по производству отцеленной сварки Почему Кука? Вот потому что ее основатели отца это Джохин Келлер и Якоб Кнапик А мы находимся в городе Аугсбург, он в 60 километрах от города Мюнхен Ну и сокращенно получается Кука То есть это не корейская, не японская компания Это немецкая компания с историческими камнями, которая более 119 лет уже на рынке существует То есть мы примерно начальник и совместно с Симмонсом Начали свое производство, да, находимся под Мюнхеном Там производство в 45-м году так же горело, как весь Мюнхен То есть нас тоже бомбили зажигалками Но мы не производили ничего военного То есть компания Кука не занималась производством ни авиабомб, ни иных моментов То есть она во время Второй мировой войны делала баки для воды и для мусора То есть там не было ничего военного Так что, как многие моменты, то есть многое смущает это, есть ли что-то военное в производстве Само начало производства промышленных роботов началось в 1973 году При создании первого промышленного робота, так называемой серии FAMLUS Это первый шестиосевый робот-манипулятор На самом деле именно современные промышленные роботы начали свое применение с 1995 года Кто-нибудь знает почему? А потому что появился Windows 95 Это действительно так, то есть с 1995 года компания Кука начала использовать в своих контроллерах Windows И с этого года, то есть роботы начали применяться практически массово на всех типовое производства Вот такие интересные вещи Получается, что Windows 95 стал точкой рассвета для робототехники? Это дало автоматический толчок, очень сильный толчок Да это используется непосредственно с Siemens, но Siemens не был так распространен А все-таки Windows, как мы понимаем, позволил и программистам, и сделал юзабилити более понятной для человека Со средним специальным образованием И позволил вывести именно робототехнику во всем мире на новый этап То есть вы через Windows 95 упростили уровень знаний необходимых, чтобы начать работать с роботом? Ну да, и плюс сам промышленный контроллер стал как письюк обычный Круто! То есть можно посмотреть, то есть обычный, сейчас современный контроллер, он вставляется в 19 дюймовую стойку, можно вставить По размеру не больше обычного контроллера для компьютера И вот с этого начинается развитие То есть линейка очень большая Ну, получится, не получится посмотреть То есть этот рекламный ролик был сделан очень-очень давно, наверное, еще до того, как мы появились в России Мы предлагаем продукты и solutions, которые обшел в инновационном и варене Существующие наши разработки технические разработки начали в 1898 С Иоанн-Люсер Кэрер и Яков Кнабиш в Оксбург Иоанн-Люсер Кэрер А history of ideas and innovations that makes us successful all over the world Our robots and solutions are born out of our employees' passion and enthusiasm for technology Our transformership, paired with top-gen quality made in Oxford And in our subsidiaries worldwide As a leading supplier of robot-based automation We keep the world moving We cannot research and development that have to shape the future People need robots But robots also aid people That is why our robots are being used in more and more areas of life To benefit people With our products, we are also taking responsibility for ensuring a high quality of life in the future We accompany our customers right from the first step With robotics and systems, Kuga offers a full range of automation solutions Our service is there to support you anywhere in the world We are there where you need us It is our endeavor to know today what people will need tomorrow We are there where we need them Now video The video shows that what robot-based automation is now Сейчас применяется на всех этапах жизни человечества, начиная от производства памперсов, заканчивая производство дерева памятников и надгробий. В данный момент даже существует некая этическая сторона момента, когда производится сканирование портрета человека. Можно маленький вопрос сразу по видео? А почему там Симмонс был написан на том, который стоял в лаборатории? Непосредственно Симмонс есть производство Health Care, сейчас называется Health Engineering. Они производят непосредственно СССР Доги. То есть это система, которую производят. У нас есть отдельное производительное, тоже Кука Медицин, которое занимается производством именно решений совместно с Кука Симмонс. Но так как мы обычно не любим показывать то, что Симмонс крупнее нас, он просто задавил нас. Понятно, соблюдаете определенный этикет. Да, этикет. Хорошо. Что же можно сказать? Это что было тогда? Так. И непосредственно как-то пойдем, откуда Кука вообще занялась. Сама компания Кука входит в межгосударственную правительственную комиссию по внедрению этапов Индустрии 4.0 на производстве как Германии, так и во всем мире. И потихоньку данный этап идет также в России. С прошлого года компания Кука Робот из Хрус входит в лице меня, входит непосредственно в процесс автоматических решений и ГПС на производстве Республики Татарстан. То есть это гибкий производство системы, непосредственно мобильная бытотехника, применение в индустрии. То есть от КамАЗа до школы идут применения обучительных решений. Под какими метатрендами все-таки происходит это изменение? Ну, первое, непосредственно, это мобильность. То есть все мы начинаем больше путешествовать, не сидим на месте, то есть нет привязки к определенному локации. Также глобализация. Начинаем все больше друг друга узнавать, общаемся со всеми коллегами из всего мира. Но сомнительность, скажем так, вещь, это глобальное потепление. То есть это не наше исследование, именно исследование наших коллег немецких. Но и непосредственно все мы стареем. То есть непосредственно рост пожилых граждан Российской Федерации, также и рост общей продолжительности жизни увеличит тому, что пожилых людей становится больше, а молодых все меньше. И придет к тому, что уже скоро близка точка невозврата, где непосредственно людей за 50 будет больше, чем людей до 50 лет. По многих разных странах эта точка невозврата пройдена. Например, возьмем Южную Корею. Южная Корея считается самым роботизированным страной мира. То есть ни Япония, ни Китай, ни Германия, ни США не являются самыми роботизированными странами. И это привело к тому, что молодое поколение там вообще делать нечего. То есть там молодежь до 20 лет не знает, чем заняться вообще. Там настолько высокая беззаботность среди молодежи, что это просто кошмар. Они просто сидят, ничего не делают. И они винят во всем, это только роботы. А, из-за роботов или из-за того, что люди за 50 продолжают занимать их рабочие места? Они не просто сидят, они управляют процессами. А к молодому поколению лень учиться. Они настолько привыкли к потреблению, что уже не могут без этого. То есть это полностью поколение потребителей. Интересно. Следующий мегатренд – это уборнизация. Жителей непосредственных городов становится все больше и больше. Получается, к 30-му году у нас будет уже больше 50% населения жить в крупных городах. Диджитализация, так называемая. То есть уже почти с младенчества детям дают руки планшет, чтобы они не беспокоили родителей. Это приводит к тому, что именно цифровая индустрия все больше и больше проникает в современные реалии жизни. И дети уже заказывают игрушки самостоятельно, подключая родительскую карту к App Store или Google Play. И мы от этого никуда не уйдем. Индивидуализация. Нас почти уже 7 миллиардов. И все мы хотим быть разными и неподражаемыми. Это приводит к тому, что все хотят, я хочу, чтобы было лучше, чем у соседа, главное, чтобы было отлично. Не обязательно лучше, главное, чтобы у меня было одинаково. Это приводит к тому, что современный массовый продукт становится более-более кастомизированным. И не то, что дорогим, а так называемым индивидуальным, отличимым от того, что было раньше. Это все больше будет выпуск многих чехлов для айфонов или других телефонов. Непосредственно какие-то наклейки, которые мы клеим на свои рабочие ноуты. И все остальное приводит к тому, что мы будем делать отличаться. Просто отличаться, потому что у нас слишком много стало. Ну и непосредственно это забота о здоровье. Все же мы хотим жить долго и счастливо. Это приводит к тому, что непосредственно именно забота о здоровье не только себя самолюбивого, но и тех людей, которые подчиняются себе, становятся все более и более неотъемлемой частью жизни компании. Вот основные мегатренды, согласно которым мы пытаемся изменить мир в лучшую сторону. То есть так называемые мегатренды индустрии 4.0. Если у кого-то что-то добавить по ним или рассказать, то есть это то, что сейчас и меняет мир, по нашему мнению. Ну если что, Тимур, вот у нас будет в конце обсуждение, после всех докладов, и тебе, если что, задавайте, готовьтесь, записывайте вопросы, и Тимур ответит. То есть вот влияние автоматизации. Нам нужен все-таки больше индивидуальный продукт. Мы хотим быть, что человек, который работает на нас, будет всегда с нами работать и не уйдет завтра в запой, или не поранится, и он будет дальше, дальше так продуктивно работать, как биоробот. Гибкое производство, ГПС. Все больше и больше идет влияние кастомизации. Например, возьмем два производства, Автоваз и КАМАЗ. На Автовазе существует более 700 роботов, находятся именно только нашего производства. На КАМАЗе только сейчас 52, но будет 152. Чем это связано? КАМАЗ больше производит. Проблема в том, что КАМАЗ производит более 40 типов техники на платформе базы шасси КАМАЗ. Это связано с тем, что невозможно автоматизировать те процессоры, которые возможно автоматизируются на легковом производстве. Поэтому КАМАЗ и очень тяжело автоматизируется, и очень тяжело компонентно производится. То есть именно гибкость систем, новые коллаборативные роботы, новые типы производства мобильных роботов, новые решения в лобоатуре ГПС создать для того, чтобы кастомизировать процесс создания какого-то решения или создания автомобиля. Почему именно автомобильные отрасли? Это связано с тем, что именно самое роботизмное производство в мире автомобильное. То есть даже в России, как ни странно, у нас полно роботов. Ближайшая в Самаре, более тысячи роботов стоит на производстве. Точнее, не самое Тольятти, прошу прощения, самое около 150. То есть эти вещи как раз и дают толчок, так называемой, индустрии 4.0. Ну и новые возможности, непосредственно низкая стоимость, то, что каждый год, если мы раньше роботы стоили у нас, например, 100 тысяч евро когда-то, то сейчас они стоят уже в десятки раз меньше. Закон Мура, применимый в данный момент, то, что увеличивает количество транзистов в два раза, каждые 24 месяца Нильсона, о том, что скорость интернет-соединения каждый год растет на 50%. Но в связи с тем, что транзисты увеличатся на 10%, закон Нильсона немного отстает. Подвинутый программное освещение. То есть именно софт решает непосредственно, как будет применяться роботы и что с ними делать. Основной момент в том, что железо отстает от ПО. И сейчас изобретать новое железо бессмысленно. Рука, она как была, так и останется. То есть мы не повесим ее в щупальца, не будем из нее делать какую-то, не знаю, руку мою великую чинистоногую. Это бессмысленно. Основной момент, на что мы хотим делать ставку, это софт и коллаборативность. Возможность применения новых типов технических решений на любом производстве. То есть я сам лично участвовал в проектах, когда робот делал лапароскопическую операцию без участия человека. То есть промышленный манипулятор резал человека, накачивал гликсовым газом и удалял желудочный пузырь. И все это и жеремли в реальном времени в течение 7 минут была произведена операция. То есть мы до Винчи делали операцию примерно за 7-10 минут. То есть обычный промышленный робот работает быстрее робота специализированного медицинского. До чего дошел прогресс. Но это очень опасно, так что лучше не повторять. Предупреждаю сразу. Это было качество эксперимента. Ну непосредственно интернет, промышленный интернет. На что мы хотим сделать ставку. То есть именно так называемые интернет вещей. В дальнейшем, по моему мнению, Индустрия 4.0 будет выражаться в том, что мы будем покупать не конечный продукт, а именно арендовать машинное время, машинное часы у производства. И будем выбирать то, что мы хотим. То есть там будут стоять ТД-принты, гибкие производства системы, коллаборативные роботы. И они будут создавать продукт, который нужен только мне. То есть я буду покупать не конечную вещь, а производство и способ производства данной вещи. Вот в данном моем понятии это есть Индустрия 4.0. Именно диджитализация современной жизни. Мы будем сами выбирать, что мы хотим произвести. И будем покупать не продукт, а время на его производство. И непосредственно отдавать производство. То есть в дальнейшем будет очень много так называемых много смартфабрик, которые позволят нам создавать все. То есть одно производство может за ночь предвести, создать в машину, а через день будут выпускать корзины для белья. И это ничто не мешает в дальнейшем выпускать какие-то медицинские аппаратуры, изменяя некоторые системы в процессе производства. Вот на нашем понятии, что такое Индустрия 4.0. И как мы это хотим сделать. Но это непосредственно то, что люди стареют. Это официальные данные, они неинтересны. То, что да, производство падает. Не только в России, но и во всем мире, как ни странно. Ну и непосредственно, почему 4.0? Первая правая машина, массовый конвейер, мехатроника, ну и киберистическая система, почему 4.0 появилась. Ну что бы так, для общего экскурса. Это тоже непосредственно, что было раньше, лет 15 назад. То есть, как мы слушали, а сейчас все у нас одно компьютер. Ну и в дальнейшем может производство будет роботами заменяться, если человек скурт туда. Будущее уже здесь. Это уже настоящие роботы, их очень много. Я скажу несколько историй про них. ... серии-гебауто, sensitive Industrieroboter der Welt. Wegbereiter für die sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration. ... и наступно. И наizу-геба, диагон, наоборот. Счастливый. Счастливый. Он понимает. Он приходит в цель. Даже если цели меняются. И новая эра, которая создана. Кука. Этот робот вообще создан для ленивых программистов. Он на Яве. Очень легкий. Только позавчера я в университете Иннополис совместно с коллегами с лабораторией университета Иннополис презентовали проект на Яве подросом для университета МТ. То есть по скайпу. Было очень интересное решение. Как частота дискотизации подрос позволяет увеличить отзывчивость коллаборативного робота. Он безопасный. Он не убивает людей. Он обучаемый. То есть ленивых можно подвигать его, повезти, он обучится. То есть они ставятся на мобильной платформе. Очень легко выстроить. То есть он может вам сварить кофе. Что в Германии с ним в основном делают? Как вы думаете? В Германии, к сожалению, по заказнодальству нельзя заменить людей роботами. И поэтому эти роботы наливают пиво. Они очень хорошо наливают пиво. Совершенно не потратив ни одной капли и не разливая бокалы. В интернете даже полно роликов, кто лучше. И без пены, да. То есть на YouTube есть ролик рекламы Powerliner, как робот соревнуется с человеком, кто лучше нальет пиво. То есть у нас частая фишка на всех выставках, как в Ганнове, так и в России, когда мы производим робот-бары. То есть у нас соревнуется, кто лучше и кто больше. И на их решение. Робот очень чувствительный. Он чувствует вес визитки на любой оси. То есть он может почувствовать взмах крыла бабочки, как это правильно сказать. Так, что и остановится. Или просто как-то обойдет это крыло бабочки, чтобы не убить ее. То есть очень безопасно. Если другие роботы не чувствуют, то этот робот чувствует. Это как слепой человек. Он делает все на ощупь. И если вам показать, как правильно делать, он будет стоять всю жизнь. И не устанет, и не умает. Это очень круто. Ну, просто для тех, кто никогда не трогал роботов руками, то поймите, что вот то, что показано было в ролике, когда человек подходит и вот так вот рукой поворачивает, это очень непросто. Это очень непросто, чтобы он был так отзывчив. И обратили внимание, да, шарик висит, он его двигает, но он сохраняет и не трогает, не смещается. Потому что если взять тех роботов, которые в действительности есть сейчас, то он не так сделает. Ты его пытаешься сдвинуть, он не сдвинется. Ты нажмешь кнопку, он выполнит команду и убьет тебя. Ну, то есть движение не настолько безопасное у робота. С ними очень опасно, в принципе, работать. И люди знают, что техника безопасности требует зоны ограничений, не находиться в зоне доступа робота на вытянутой позиции. Это очень опасно работать с промышленными роботами. И то, что показывает Кука, это, конечно, террория. Сейчас очень таких роботов полно как раз в городе Казани, где непосредственно я внедряю данные технические решения в производстве. То есть мы их внедряем от медицины до индустрии развлечений. То есть он вас отсканирует, сам нарисует портрет, вас быстренько там на какое-то мероприятие. Например, также на индустрии лечения этот робот режет арты, он фотографирует, раздает коньяки, наливает напитки, как там распространенное явление, то, что почему-то применяется, стирает очень хорошо. Соревнулись с человеком в области, кто лучше зашьет там, не знаю, или как сошьет интересные вещи. То есть что только не делали решение. От медицины это в основном как ослаблоскопическая операция, то есть робот-помощник хирурга. То есть DaVinci стоит, например, миллион евро, а это решение будет стоить 10 раз дороже 100 тысяч евро. То есть цена несоизменима, проста и очень легко управление. То есть все это делают обычные люди и на производстве, и в университетах. ГПС, вот эту вещь мы поставили на мобильную платформу, и она загружает станки, сам оберет вещи, делает медицинские инструменты. И просто задаешь программу, что надо сделать. То есть она едет на склад, забирает, потом едет к станку, загружает, нажимает кнопку старт сама, физически. Так как станки очень старые, ЧПУшные, то есть на них нет, там только аналогов входа, цифровых входов не было, поэтому нам пришлось придумать систему, чтобы она сама нажимала кнопку старт. Это дико, но смотрится круто. Когда там старое производство, там нет цвета, потому что цвет ей не нужен, то есть она в темноте полностью работает. Меня как раз наши сотрудницы из центра поддержки новой познакомили с понятием, оказывается на английском языке, оно даже на Википедии есть. Фабрики безлюдные имеют устаявшиеся понятия, а фабрики lights out. То есть фабрики, на которых выключен свет, потому что роботам не нужен свет. Это уже устоявшаяся на английском языке фраза для безлюдных заводов. Она есть на Википедии, почитайте. Это действительно очень интересный термин. Ну что, давайте дальше. У нас времени мало, мы должны еще поговорить. Тимур, спасибо. Есть тебе пару вопросов. Давай очень быстро. Нет, Тимур, тебе вопросы. Три вопроса, но постараемся с тобой быстро про них пройтись. Ну, в принципе, ты уже ответил на вопрос про то, что сложно ли управлять роботом, да? Кто обычно вообще управляет роботами на заводе? Ну, вот АвтоВАЗ, ты знаешь, или там на КамАЗе где-то. Вот что за именно должность на заводе, которая занимается управлением роботом? Ну, инженер-оператор или оператор-программист? Обычно эти люди должны где-то были до этого поработать, или вот может ли, так скажем, студент после магистратуры прийти на предприятие и начать сразу же работать с роботами? Или обычно он за кем-то закрепляется, чему-то на предприятии учится, только потом его допускают к роботу? Ну, обычно закрепляется, это связь с тем, что техника безопасности является привычной. И роботы – опасные вещи. Это мы сами лично проверяли на слабых программистах. Даже маленький робот, который грузоподобный до 10 кг, может слабому программисту сделать сотрясение мозга. То есть у нас были приведущиеся программисты, мы экспериментировали действительно на людях. То есть такие вещи мы делали. Большой робот может раздавить полностью. То есть мы ставили арбузы, если брали робот, например, грузоподобный 150 кг, он с вами весит полторы тонны. И просто арбузы давили. Там 50 арбузов за секунду, там около 75 арбузов за секунду. То есть это демонстративно показывает, что это очень опасно. Поэтому обычно закреплен за определенным гу робототехникой, который позволяет его научить понять, что можно, что нельзя, что такое эффект сингулярности. Нужно хорошее пространственное мышление. У робота есть многие вещи, которые обычный программист или инженер не знает. Например, эффект сингулярности в робототехнике. Многие люди не знают, что такое эффект сингулярности в робототехнике. Ну а вот Кука, например, приходит на предприятие. Вам же очень важно, как я понимаю, чтобы вы не просто поставили робота, и он кого-то убил. Для вас это будет плохо закончиться. Для вас все-таки. И вот вы смотрите в глаза человеку. Ты же не определяешь, что слабый он программист или сложный. То есть вот как вообще происходит? Вот я вот хочу, вот я лично, хочу построить там в Тольятти безлюдное производство. И вот с чего мне вообще начать? Вот мы с тобой познакомились, мне нужно к тебе обратиться. Скажи, я хочу безлюдное производство. Что ты скажешь, кто должны работать на предприятии, в компании, чтобы его построить? То есть кто нам нужен? И как это происходит в общих даже самых чертах? Рабочим тут нужно несколько человек. Инженер-технолог, инженер-программист и просто инженер. Инженер-технолог разработает саму технологию. Она может быть связана и с роботом, или без роботом. Просто инженер-программист с инженером реализует решение в технический комплекс. И там непосредственно будут смотреть, нужны роботы, ненужные. Все это позволяет сделать так, что после того, как была придумана технология, заменить не просто людей на роботы, а придумать что-то новенькое, ускорить процесс. Сделать так, что, например, у нас было 3 человека, а вместо тех людей мы поставили один робот. А если я сразу же не про техпроцесс, я сразу же должен, по сути, в какой момент кука подключается? То есть к ней приходит уже совсем готовым с точки зрения технического процесса на предприятии? Нет, нам подходит, нам говорит, у меня вот есть задача, я вот хочу сделать, чтобы у меня выпускалась такая продукция в два раза быстрее, все. Дальше уже наша задача, то есть мы проводим технические аудиопредприятия, смотрим слабые места, узкие места, где производство, где можно поставить роботы, где можно убрать просто людей и автоматизировать процесс, поставить какие-то иные автоматизированные вещи. То есть мы участвуем на всех этапах производства, от идеи до непосредственности запуска, и позволяем, помогаем это пойти все этапы вместе, так как огромный опыт всех руководителей и огромный опыт технического инженера в компании «Кука» позволяет, естественно, пойти все эти шаги быстро. То есть получается все-таки, если я задумываюсь о создании завода без участия человека, то, по сути, мне нужно удостовериться в компетентности инженеров моего предприятия и сразу же идти к партнеру потенциальному, с которым я хотел бы от кого-то приобрести оборудование и показывать свои планы. Можно так, а можно проще вообще не идти никому, идти просто в «Куку». И вообще ничего не делать. Спасибо еще раз, Тимур. Давайте мы теперь перейдем к «Алишеру». Да. И почему… В конце еще у нас Александр Капитонов расскажет о том, как «Аира» будет использоваться для управления флотом дронов на принципах отзывчивой экономики роботов, а «Алишер» продемонстрирует сейчас модель. Модель нужно включить, наверное, да? Включите, пожалуйста, презентацию. Макет ПД называется. Ага. И расскажет о своей работе в рамках гранта, который ему выделил фонд «Аэролаб», и расскажет, зачем, что он будет делать. А я немножечко потом общего концепта, во что это выльется в целом для вас, для сообщества. Тимур прекрасно описал пример отзывчивого производства, да, и как это будет организовано. Лучше не повторю, расскажу просто о технике дела. Готовим макет отзывчивого производства, демонстрацию, которая покажет, как производство, которое может изготавливать несколько видов товаров, может реагировать на потребности рынка, как вчера говорил Сергей, исходя из изменений цены на фьючерс товара. Совместно с программистом ПЛК, совместно вот в «Аэролаб» с партнером «Фишер Техникс». Готовим макет. Макет будет состоять из исполнительного оборудования, которое будет моделью производственного процесса. Это будет реальное промышленное управляющее оборудование, контроллеры «Симонс Симатик», как промышленный стандарт, знакомый каждому промышленному инженеру или сотруднику любого предприятия. И также используем их новый продукт «Шлюз IoT 2000» в качестве адаптера к Robot Operation System. И на нем уже будет сервер OPC UA, обеспечивающий связь системы управления технологическим процессом на основе промышленного контроллера с РОСом, с продуктами «Аэр». Исполнительные узлы будут выглядеть примерно так. Ресурсный склад, откуда робот передает на один из четырех обрабатывающих цехов ресурс. Далее ресурс передается на робот, размещающий товар на складе. Управление, как я говорил, всем этим будет исполнять именно реальное промышленное оборудование. И замените макет Fisher Technics на реальный конвейер, к примеру, и это будет уже реальное отзывчивое производство на основе технологии «Аэра». Здесь должен запуститься ролик. Мне тоже нужна помощь. Вот, собственно, рендер макета с ресурсного склада. Штабеллер захватывает соответствующий запущенному процессу ресурс. То есть некоторая аналитическая система с помощью технологии «Аэра» сообщает, какой именно из процессов запустить. Берется необходимый для этого ресурс. Передается на один из четырех обрабатывающих центров. Здесь происходит некоторая обрабатывающая технологическая операция, в данном случае сверление. Далее товар передается на конвейер, ведущий к штабеллеру, располагающему обработанный ресурс уже товар на складе. Вот я бы хотел со своей стороны обратить внимание, что сам склад, два штабеллера и четыре производства – это, по сути, все отдельные экономические агенты, и все перемещения основываются на исключительно только экономических операциях по заказу, аренде или найму одним роботом другого для того, чтобы выполнить собственную операцию. Там у нас еще второй макет, да, есть? Да, есть вторая визуализация. Показаны два параллельных процесса обработки. Опять же, управляет всем реальное промышленное оборудование, и заменив этот макет реальным технологическим процессом, можно получить не просто демонстрацию, а уже пилотный проект. Не просто так это называется игра робономика. Когда Алишер закончит свою работу, мы сделаем на сайте страницу, чтобы сообщество смогло играть фьючерсами. То есть люди будут еженедельно участвовать в работе вот этой общей системы в гонке за первой строчкой самого удачливого инвестора, которые уже будут поощряться с нашей стороны. То есть мы хотим, чтобы вы увидели, как в действительности, работая на рынке, покупая фьючерс за токен, чтобы вы видели, как на это реконфигурируется и перестраивается различные заводы, один из четырех, определяя, что ему эффективней производить ресурсы красного цвета, а не синего цвета, что на это будет все влиять сильно склады. То есть если вы будете, например, сильно повысится оценка синего ресурса, и синий склад будет полностью забит, производство будет дальше продолжать его выполнять, но склад не будет пустить, и ваши фьючерсы начнут падать. Это много очень сценариев, и мы понимаем, что это все рассказать на моделях это не получится. Люди должны с этим подружиться, увидеть, как это работает в жизни, они должны поиграть. Поэтому вся эта игра будет представлена в виде онлайн-камеры, направленной на вот этот завод. Это настоящий... Он где-то... Сколько он будет, Алишер, наверное, по размерам? Я даже... Тоже, наверное, еще не представляешь, да? Сложно представить. Да. То есть, ну где-то вот такой стол будет, на нем будет стоять онлайн-камера, и будет страничка на сайте, у нас на iri.life, на которой вы сможете перейти в игру, управлять капиталами, рынками, вы будете видеть, как вживу этот макет в нашей лаборатории будет меняться под вашими действиями. Мы надеемся запустить этот релиз до ноября-декабря, чтобы это все в целом заработало. Ну, как говорится, как можно раньше мы очень-очень постараемся. Вот. Ну и все надежды на Алишера, потому что это все на нем, вот если что, к нему. Да. В чат, например, для интересующихся интеграцией с промышленными процессами, в чат Aerolab уже скидывал демо, где можно связать ROS с OPC UA. Ну, все, спасибо вам. Спасибо, Алиш. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И у нас совсем немножко времени осталось. Я бы хотел передать слово Саше Капитонову. Так получилось, что, когда нам пришла идея открытого протокола экономической коммуникации, мы стояли перед выбором, что же нам делать кучки странных фантазеров с этими роботами. Потому что, ну, мы не готовы были в тот момент ничего купить у Куки. Они для нас были совсем недосягаемы. И, естественным образом, так получилось, что к тому моменту созрела индустрия беспилотных летательных аппаратов. Это, на мой личный взгляд, первый, наверное, пример наиболее автономного, как экономического агента, робота. Он недорогой и, в действительности, может выполнять операции полного цикла, что имеет экономическую особенность. То есть, манипулятору друг с другом сегодня договариваться экономически внутри одного завода КамАЗа не имеет смысла. То есть, всем этим манипуляторам нужно выступать единой киберфизической системой, которая внутри управляется со стороны промышленного оборудования, контроллеров. Но она должна понимать, как персонализировать производство. Как сказал Тимур, покупать вы будете мощности на предприятии для того, чтобы заказать. А вот как это сделать, есть несколько разных способов. И мы как раз показываем один из них. Но у нас есть уже дроны. Мы по этому направлению проделали колоссальный путь, бороздили просторы Соединенных Штатов Америки и России с точки зрения регуляции. И пообщались с огромным количеством людей. И вот сейчас мы за последние 4 месяца достигли на основании наших фундаментальных исследований того, как можно управлять флотом дронов, не имея на балансе ни одного дрона. И немножечко Саша Капитонов расскажет, как это будет выглядеть и как это мы постараемся за осень закончить с командой дрон-сотрудника. Да, я немного обращусь к тому, что в принципе у нас здесь есть площадка с дронами, где одна площадка налажена с автоматическим дрон-селфи. И я думаю, кстати, нам всем, всем участникам нужно будет собраться и сделать одно большое дрон-селфи. Это, я считаю, необходимо сделать. И второе – это вы можете взять и в очках полетать на дроне от DJI в спорт-режиме. Если вас не укачает, то welcome. Но, возвращаясь к нашим опытам, которые мы планируем реализовать, уже закончить один из этапов этой осенью, мы добились достаточной прозрачности от администрации и государственных органов о том, как можно все-таки организовать, во-первых, полеты беспилотных летательных аппаратов и как это вообще можно делать в будущем на постоянной основе. Так как, если говорить про полеты в городе, то это необходимы определенные воздушные коридоры, стационарные, выделенные конкретно вот для дронов. Так что эти моменты, они тоже прорабатываются на уровне правительства и при поддержке НТИ – национально-технологических инициатив «Аэронет». Но мы видим, собственно говоря, развитие этой индустрии следующим образом. В принципе, «Аэра» – это о рынках, о создании новых рынков и тем самым демонстрации потребности в том или ином товаре. Соответственно, первым этапом это, конечно же, будет создание рынка, например, мониторинга с дронов в той или иной области. И, соответственно, в этой же области могут быть еще другие интересанты, помимо видеомониторинга, это может быть измерение состава воздуха экологами или метеоданные получения их, или агрокомплекс. То есть достаточно большое количество потребителей, услуг, которые могут предоставляться беспилотными летательными аппаратами, они могут быть сосредоточены в одной области. То есть, в принципе, радиус действия беспилотного летательного аппарата, такой достаточно мощной машинки – это несколько десятков километров может быть. Поэтому все интересанты, находящиеся в этом радиусе, они могут принять участие и сделать определенную позицию на рынке. Соответственно говоря, как только появляются потребности на определенном рынке, туда приходит компания, которая занимается установкой дрон-станции и размещает дронов, ну, соответственно, рассчитав оптимальную позицию для этой станции, чтобы захватить наибольшее количество интересантов. После того, как размещены эти дроны, они уже могут в автоматическом режиме при помощи Airy, которая будет соединять конечных клиентов и компании, которые предоставляют время и производственные мощности дронов для выполнения определенных задач. Мы их соединяем и, соответственно, получаем определенный профит и увеличиваем производительность всей системы в общем. Потенциально мы, так как это базируется на еще теоретических вещах, еще такого нигде в мире вообще не запускалось, мы будем пробовать это в Санкт-Петербурге, Тольятти и Сан-Франциско, потому что один из участников нашей команды именно по дрон-сотруднику, кто в команде этого проекта, он живет в Сан-Франциско. И мы хотим запустить на сайте дрон-сотрудника административную панель, в которой как раз те, кому нужны услуги дронов, организовать где-то на каком-то местности услуги рынков, они смогут создать в этом месте рынок и выбрать из уже предустановленных, то есть очень важной задачей с точки зрения развития экономики роботов заключается реконфигурация, как мы говорили, чтобы они сегодня запускали одну позицию, а завтра другую. На примере дронов там вот эта вариативность, она довольно-таки узкая, ее можно ограничить хорошо, что нам нравится. Мы хотим с помощью уже инженеров, кто работает именно с дронами как продуктами, набрать и наладить энное количество этих конкретных пакетов выполняемых услуг и показать на ограниченной выборке, то есть без интеллекта эйры, который сможет каким-то образом реконфигурировать в условиях открытости, научить хотя бы в закрытой выборке из трех-четырех вариантов выбирать тот вариант пакета, который может быть полезен для работы на более для нее перспективном рынке предоставления услуг. По нашим прикидкам на это уйдет примерно 2-3 месяца у команды дрон-сотрудника, и мы надеемся, что все-таки до наступления зимы в Санкт-Петербурге мы сможем выполнить наш тестовый полет, но об этом мы не будем сильно сейчас рассказывать, потому что… Я думаю, можно и зимой летать. Почему нет? Даже не хочется зимой летать. Это понятно, но геоскановские дроны, они в Арктике летают. Ну, значит, ты будешь там летать зимой над Санкт-Петербургом. Я не пойду на крышу. Мы надеемся, что это получится, и также следите за новостями, потому что дрон-сотрудник будет делиться в блоге Эйры достижениями. Смотрите, и кому это будет интересно, задавайте вопросы, соответственно, Саше Капитонову. Он вас с удовольствием там расскажет и поможет, например, это поиспользовать в тестовой эксплуатации у себя. Коллеги, друзья, спасибо вам за то, что выделили время. Вы теперь еще познакомились с тремя людьми, которые относятся к сообществу Эйры напрямую с точки зрения инженеров. И задавайте им вопросы. Не так часто вы этих людей сможете поймать на улице или где-то. Так что еще раз спасибо. И на обед, наверное, да? У нас 12 часов. Спасибо.